9 сентября в своем кабинете в присутствии журналистов лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский собрал посылку Арсению Яценюку под названием «Послание Арсению». В посылку вошли самые необходимые вещи, чтобы пережить суровую зиму. Доставку к посылке осуществит Почта России. Вот как Владимир Жириновский прокомментировал свой подарок. Вот мы вернулись к этому эпизоду, где я дал все перспективы будущего развития Украины. Еще был Ющенко, и Порошенко там сидел еще, мало кому известный, и Тегнебок еле-еле языком воротил, и Добкин еще не был губернатором Харкова. Вот шуток позвал, чтобы смысл передачи, почему Россия продает дорого газ, газ продает дорого Украине. Мол, нету денег, нету денег, и почему? Подешево. И торговая война, идет торговая война. Никакой войны нет торговой. Они же хотят иметь полную политическую независимость или нет, но газ по советским ценам, а лучше все бесплатно. Вот в этом плане и проходила дискуссия, и я им предлагал, что покупайте по-среднеевропейски, по-рыночной, выходите в Россоюз, в НАТО, пожалуйста, куда ходите, идите. Но продавец будет устанавливать цены. Покупать им не нравится, идите к другому продавцу. Но мы не можем, так сказать, в ответ на плевки в нашу сторону, им еще снижать цены. Поэтому сейчас, когда обстановка еще раз обострилась, прошло 8 лет. И за это время сидевшие в зале, мало кому известный, Порошенко стал президентом, тягнебог, фракция Верховной Рады, Допкин стал губернатором, но уже перестал им быть. И вновь проблема газа. И снова не хотят платить. Я им обещал тысячу евро. Почему я взял тысячу евро? Я не от потолка. Это цена, которую платит Британия. Вот она платит. Честно, тысячу евро за тысячу кубов. Да, мы сегодня продаем некоторым нашим союзникам 160 долларов за тысячу кубов. Конечно, это копейки. Последний раз тысячу евро. Там вот это получается 1300 долларов почти в 10 раз дешевле кому-то продаем. Они тоже хотят в Украину, но при этом они не просто сегодня нагло, по-хански к нам относятся. Называют нас ватниками. Я все время с удовольствием носил телогрейка. После войны был самый дешевый. Это нас спасало. И что плохого? По-моему, молодежь должна вообще сегодня... Я это себе попрошу мне купить. Зимой я буду в ней ходить. Это очень удобно. Легкий, теплый, так сказать. Называется телогрейка. Не ватник, а телогрейка. Исконно русское слово. То есть греет тело. Телогрейка. И, значит, сегодня опять газовая война. Сегодня они, значит, наступает осень. И явно газ, который они успели своровать летом, им не хватит. Они уже обещают закрыть вентиль. И Европа будет замерзать. Так уже было несколько лет назад. То есть нагло по-хански себя ведет. Это новое правительство Яценюка, которое, я его называю, временское правительство. Сегодня у них Керенский, это вот Яценюк. У нас был Керенский в семнадцатом. У них в четырнадцатом году Яценюк. И обязательно радикалы осенью придут к власти. Холодно. Почему Ленин говорил? Вчера рано, завтра поздно. Холодные времена наступают. Нужно обязательно, когда пустые полки, не потому что нету продукта, но что не везут специально, чтобы вызвать озлобление. И холодно. А народ выходит на улицы. И Киев выйдет на улицы. И уже не поможет ни военные, эти частные охранные структуры, ни США, никто. Вот народ уже не остановит. Вот, тем более обозленные солдаты. В чистом виде Петрограда семнадцатого года. Веревшись из фронта, из плена. Что они будут делать? Без работы. Они сметут любую власть. Любую. Никакие порошенко не устоят, эти ясенюки. Но пока по доброте своей понимают, что они не могут платить. Наконец, впервые наш Газпром Миллер перекрыл поставку. Им только предоплата. И нельзя долги делать отсрочку. Вот должны они более пяти миллиардов за уже полученный газ. А сколько было украдено за 23 года? И сколько продавали по заниженным ценам? Мы берем сегодня, 14-й год. Должны нам за газ 5 миллиардов, не возвращают. Мы им не поставляем. Значит, впереди холод, они будут замерзать. Уже Кличко ввел ограничения. Горячей воды нету в квартирах Киева. Разрушены и разбитые города, больницы, родильные дома, вокзалы. Там вообще не то, что топить нельзя, там нечем топить. Ибо все трубы, все разворочено. Электростанции разбомбили. И Холомольский, этот придурок, обещает еще атомную станцию взорвать. В Днепрогазь взорвать, то есть устроить страшную трагедию для всей Украины. И сбежать в Израиле и Швейцарии. Но он же понимает, что его везде достанут, так сказать. Поэтому я хотел Иценюку, Арсений, такой молодушный человек, щупенький, худенький, странненький, типичный из 17-го года. Там такие же были СР, левые, правые, кадеты и так далее. Тоже они все входили в первое советское правительство. Посмотрите в первый состав советского правительства. Вот такие суньки там сидели. Такие суньки. Поэтому я решил Арсению направить телогрегию. Это значит печку. Печку. Вот у нас буржуйка. Видите? Все открывается. Дрова. Мы ему направим дрова. Вот уголь. Уголь. Видите? Древесный. Кусковой. У них нет угля. Они сами разбомбили собственные шахты. А чтобы из ЮАР привести уголь за 39 земель, нужен единственный угольный терминал. Это Амариуполь. Все. Керс-то теперь состав России ходит. Амариуполь мы должны были взять. Вот поэтому остановилось наступление на Амариуполь. Только из-за этого. Чтобы окончательно не замерзла Украина. Это у нас мангал. Он может быть прямо в квартире. Буржуйку растет. Тепло будет. И мангал. Может быть какая-нибудь буренка там заблудшая появится во дворе Дома правительства. Он может ее завалит. Вот телогрейка. Чтобы Арсений окончательно не замерз. Это вот тоже стружка. Тоже чтобы разгорелось. Спички. Все. Полный комплект. Буржуйка. Мангал. Спички. Стружки. Чтобы Арсений мог все подогреть. Все. Так сказать. Работало. Функционировало. Пусть ватники не нравятся ему. Пусть погреться. Замерзать будет в своих буржуйских каких-то. Не знаю. Одежек. Что он там. Каким-нибудь химические баллония плащ там. Итальянский. В чем он будет замерзать. Вот русский ватник. Названия такого не было у нас. Там действительно ватка. Настуральный хлопок. Вы найдите у кого хлопок. Всю одежду возьмите западную. Там химия. Колистер. Ну вот и обувь-то чтобы он не замерз. Видите какие унды. Это у нас на севере. Наверное марк. Вот. Это что там. Писецы. Олень. Олень и мех. Вообще-то жалко мне для этого шалопа. Это я себе оставлю. Себе. А ему вот давайте галоши. Вот галоши. Химия. Вот он как раз. Так сказать. Ближе к заду. Я говорю. Кожа. У меня все кожа. Смотрите. Сто процентов кожа. А ему резина хватает. Вот он такой резина красоти потихонечку болеет. Ревматизм. Все такое. У меня два кожа. Хлопок. Все сто процентов. Болеет синяку. Ножки маленькие. И головка маленькая. Мозги маленькие. Все это. Ему как раз. Галоши. Вот галоши. Ватники. Так сказать. Падшие животные. Там уже нет. Животные. Скорей на себя сдохнет. Вот это вот падшие животные. Там. Горень. Принесут ему. Мангальчик. Согреется. Тепло. Ватник оденет. И пойдет проведет последнее правительство. Заседание правительства. В ночь по 31 декабря. А первое мое утром зовется там другой флаг над Киевом. Но потом батнички до Магадана. В теплушках по ней. Эшелоны готовы. Есть вопросы? А. Он же хочет стену строить. Совсем с ума сошел. Великий Советский Союз с немцами построили там чуть-чуть в городе. Чуть-чуть. А это хочет напряжение всей границы. Последние штаны вся Европа должна снять, чтобы стену построить 2000 километров. Но он не соображает, что он на двойке учился. Тем не менее. Вот ему перчаточки, чтобы пальчики не заверли. Кривые такие. И все. Как у наркомана. То есть сожженные ногти у него. Скрученные все. И мастеров. Пускай вкалывает до стены. Посмотрим, что он сделает. То есть полный комплект. Я человек добрый. И, говорится, никогда никого не обижу. Труба хорошая. Дым. Прям можно дышать от дыма. Дышать. Да? Да, маленький Мари уже забери. Ему ничего не отправят. Здесь, когда холодно будет, прям дышать. Не отклонился, как вот лекарство. Пар, пар. Ингаляция. Русские дрова, он почувствует запах русской Сибири. Надо привыкать к этому. И сомерить свои легкие, сожженные, так сказать, марихуаны. Но, тем не менее, все-таки древесный уголь, русские дрова, они чистые. Лучше, чем то, чем он обкуливается каждый раз. Выносит такие суждения, как вот вместе с Тимошенко. Они хотят ядерное оружие применять, там, взрывать все инфраструктные станции. То есть, с ума сошла украинская нынешняя власть. Гоголь нужен туда. Снова Гоголь, чтобы на речке и до Москвы, он бы сочнил бы новую, так сказать, какую-то свою повесть. Уже мертвые души в трём смысле. Мертвые души украинской власти. Вместо Гоголя мы напишем такой вот роман-повесть, так сказать. И поставим спектакль во всех театрах Москвы.